Проведем интерактивный эксперимент. Целью этого эксперимента будет научиться работать генератором трафика IPERF3. Значит, вот у нас запущен консоль. Запустили VirtualBox и запустили Mininet. Теперь подключимся. Параметры IPERF следующие. У нас он запускается или как сервер, или клиент. Это основные у нас ключи. Ну и там дополнительные опции, которые позволяют менять его поведение. Так, давайте мы запустим его как сервер и запустим как клиент. Давайте мы вот так вот запустим Mininet. Mininet. Запустим как. До Mininet. Single2 и X терминалы запустим. Не работает, потому что, как мы помним, у нас меняется Ключ аутентификации. Дисплей. Давайте мы тут мы тоже можем посмотреть. Видите, что он тут другой. Давайте мы добавим. Аутентификации. 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 Полностью. Ключ. Мы можем посмотреть, что он совпадает. Ну и запускаем. Значит, что у нас. Ну, контроллер. Контроллер нам, собственно, не нужен, потому что Mininet у нас, собственно, создан для того, чтобы работать с DNS сетями. Там нужен контроллер. В данном случае мы без него можем обойтись. Закроем. И свитч мы не будем конфигурить. Закроем. Но остался хост 1 и хост 2. Итак, на хосте 2 мы запускаем сервер. Сервер. Вот он крутится, висит. Мы запускаем клиент и в качестве опции указываем адрес сервера. Вот пошло соединение. У нас по умолчанию 10 секунд он отрабатывает. Интервалы по 1 секунде. Вот он передает у нас. Вот так вот. Достаточно все хорошо. Что у нас тут? Мы интервал рассматриваем. Идентификатор потока. Сколько передано. И сколько пересылок было и размер окна. Значит, что мы тут видим. Это у нас отправитель. Это получатель. Одинаковое число. Сколько отправлено, столько получено. Значит, у нас тут теряются фигменты. Но, наверное, они все теряются из-за перегрузки. Будем считать. Ну и в конце мы останавливаем сервер. Как вы видите, на сервере та же самая информация, что и на клиенте. Тут посмотрите, какие скорости передачи большие. Фактически эти скорости передачи из-за того, что у нас внутренний линк ничем не ограниченный. Поэтому тут совершенно произвольные цифры могут быть. Зависит от вашей машины. В принципе, то же самое мы могли бы сделать внутри мининета. Вот у нас тут мининет запущен. Запустим сервер в бэкграунде, чтобы он не мешал. А то если мы просто так запустим, то он будет висеть. Дальше запустим на хосте h1. Iperf3. Клиент с адресом h2. Видим то же самое. И убьем процесс Iperf3. То есть сервер остановился. В принципе, большого смысла на данный момент это не имеет. В иксах как-то удобнее все это делать. Но примерно так же мы будем делать в скриптах, в воспроизводимом эксперименте. Мы можем изменить промежуток времени, во время которого передаются данные. вот опять сервер запустили. А промежуток времени зададим как 5 секунд. По умолчанию, как мы помним, 10. Так вот. Вот мы видим, что все проработало за 5 секунд. Ну и тут тоже установили. Ну и вот мы так каждый раз устанавливаем сервер. Теперь мы можем поменять временной интервал. Временной интервал нам придется менять как на сервере, так и на клиенте. Дело в том, что если мы не поменяем тоск на сервере, то он будет работать с временными интервалами по умолчанию. Запустили двухсекундные интервалы. Ну вот мы видим, что передано в два раза больше, поскольку за 2 секунды абитрейт собственно не изменился. Мы можем задавать не время, а количество данных для передачи. Опять сервер запустили. И 16 гигабайт мы будем передавать. Тут мы в общем случае, если за 10 секунд нам передали 32 гигабайта где-то. Тут за 5 секунд 15 и 9. Давайте посмотрим 16 за сколько передастся. Вот 5 секунд и 18 сотых. Кусочек хвостик передался в конце. Остановим. И мы можем задавать разные протоколы транспортного уровня. Но SCTP в принципе на данный момент нам мало интересен. Он выдает те же самые результаты, что и TCP. А вот у UDP у нас другой вывод. Вот мы видим, что кроме битрейта у нас количество датаграмм идет. Вот сколько послано. Мы видим джиттер. Отклонение от скорости передачи. Значит сколько потеряно. 0 из 906. То есть 0 процент. Вот так вот. Мы видим, что на отправителе джиттера нету. А вот пока он проходил по каналу, у нас возник джиттер. И получатель уже получал с капреленным джиттером эти датаграммы. То есть вот начинается. От джиттера зависит равномерность передачи данных. Ну скажем, при большом джиттере у нас голос или видео будет плавать. Изменение номера порта. Ну в данном случае это просто как игрушка. Мы можем по другому порту. В реальности мы можем это использовать для исследования специфического сервиса. Или например для исследования прохождения через сеть с фильтрами. Firewall какой-нибудь еще. На данный момент мы видим большой разницы нет для общего развития. А вот у нас интересное. Это когда у нас запускается с одним клиентом. То есть после отработки одного клиента у нас сервер выключается сам по себе. А не ждет наших действий. Это удобно именно в скриптах. Вот у нас сервер висит. Работает. Раньше мы Ctrl C нажимали. А теперь он после завершения сессии отключается сам. Для скриптов очень удобно. Вот экспорт json. Это вот то что нам очень интересно. Давайте мы запустим опять сервер. И запустим выдачу в json. Вот у нас json такой вот получился. То есть каждое поле подписано. Ну и естественно мы хотим это дальше обрабатывать. Поэтому мы сохраним наш файл. Но тут нужно понимать что поскольку у нас данные все команды под рутом выполняются. то и permission на этот файл у нас рутовые. И поэтому мы и полностью put пишем. А не через тильду. Вот видите root root. Наверное нам нужно его в Mininet переделать. Теперь это как бы наш файл. Ну файл мы получили. А теперь графики нам нужно построить. Так совершили. Ctrl D нажали. Work. Iperf. Я удалю. Вот у нас результат получился. И у нас plot Iperf наш скрипт который мы ставили во время подготовки стенда. Вот он проработал. Как промежуточный получился csv файл. А тут у нас .dat файл для Gnoplota. И вот они наши .df файли. Ну проще всего нам будет его перекинуть сюда. For Mininet. For Mininet. For Work. For Results. Перекинули. И мы можем посмотреть. Вот такие вот у нас файлы. Естественно вы потом можете сгенерить какие-то. файлы более адекватные. И если мы отчеты сделаем не посекундные, а поменьше, то и графики будут более гладкие. Ну поднимается количество перепосылов. И вот она наша пропускная способность. Как видите это космическая. 25 гигабит. Ну вот что-то у нас рисует. Спасибо раз. Лют. Лютун . .